МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Тысячи молодых людей мечтают стать актёрами. Мало кто задумывается, что эта профессия входит в число самых опасных. По мнению медиков, основная причина смерти артистов – язва желудка, инфаркт, психические расстройства, рак. Это результат нервных перегрузок или своего рода расплата за славу? А может быть, просто ряд случайных совпадений? Боюсь, пока этот вопрос останется без ответа. Но факты – вещь упрямая. И вы всё слышали сами. Смотрите далее. Что заставило Гитлера искать святой Грааль? Он увидел черты некой сущности сверхчеловеческой. И в этот момент он дал клятву. И может ли чудесная чаша храниться у обычного кубанского пенсионера? Ну вот откуда бы мне попал в 2004 году по наследству от праздника. А также молодость от Джуны. Что за прибор создала знаменитая целительница? Я гарантирую, что человеку уже 250-300 лет. Это агентство специальных расследований. И я, Вячеслав Разбегаев. Священный Грааль – один из главных артефактов в истории человечества. Таинственный предмет из средневековых легенд, обладающий магическими свойствами и небывалой силой. По одной версии Грааль выглядел как обычная глиняная чаша. По другой – этот кубок был сделан из единого цельного куска бирюзы. Тут всё понятно. Это миф. Но что за чаша хранится у жителя Краснодарского края Игоря Подухевича? Этот человек уверяет – предмет обладает поистине удивительными качествами. Давайте посмотрим. Игорь Подухевич решился рассказать о семейном сокровище 4 года назад. Он уверяет – кубок, который хранится в его доме, способен исцелять. Пенсионер проверил это на себе. Патология, не знаю, того же бесплодия, кипертония, проблемы с кишечно-желудочным трактом. Как она находит и что она делает внутри, я не знаю. Но при вот этих апатологиях, да, я не всех их перечислил, происходят какие-то исцеления. Генетики говорят, московские, что это происходит на базе, допустим, геноинженера. Биологи говорят, что это связано, допустим, с тем, что происходит минерализация организма и воды. За Граалем охотятся с незапамятных времен. Его поиски называют одной из главных причин кровавых крестовых походов Средневековья. Но мало кто из тех, кто пытался обрести это сокровище, мог дать точное определение того, что именно он искал. Граалю приписывают удивительную силу. Испивший из чаши получает отпущение грехов, избавление от болезней и вечную жизнь. Полагают, что чаша Грааля – это некая действительно чаша, которую пил Иисус Христос на своей последней вечере. В эту чашу стекала кровь раненого копьем Лангина Христа, когда он мучился на кресте. Третье понятие, которое вкладывается в понятие святой Грааля – это чаша знаний, которая где-то спрятана, не знаю, древними цивилизациями, волхвами, жрецами. И к этой чаше ищется путь, и если ты достиг того, чтобы понять эти знания, то эти знания будут тебе открыты. Игорю Подухевичу металлическая чаша досталась от прадеда, физика-ядерщика. Тот рассказывал, что нашел ее в Сибири на месте падения Тунгусского метеорита и был уверен, что это самый настоящий инопланетный артефакт. Игорь не придал словам прадеда значения. Но когда в середине 90-х его дочь сильно заболела, решил попробовать. Стал поить девушку из чаши. И больная неожиданно быстро пошла на поправку. Это случилось 1 января 2006 года. Мы сказали, в мае встанет на костыри, а дальше будем смотреть. Но тем не менее, когда я забрал его из больницы, это было 10 февраля, через две недели она уже была на ногу. Первое упоминание о Граале можно найти в кельтских и скандинавских мифах, датированных третьим веком нашей эры. А по-настоящему прославил чашу средневековый английский эпос о короле Артурии и рыцарях круглого стола. Впрочем, почему чашу? Это может быть и философский камень, может быть кусок хрусталя, который обладает магическими свойствами, или вообще это нечто нематериальное совершенно, но что дает возможность развитию духа и возможности общения с иными мирами. Современные представления о чаше Грааля еще более туманны, чем средневековые. Проще говоря, все знают термин, определение, но мало кто может четко описать его. Тот миф, те представления о святом Граале, с которым мы знакомы сегодня, это сплав, с одной стороны, вот этой вот христианской легенды, об этой чаше, которую Иосиф Аймафийский внес на Британские острова, а с другой стороны, древнейших представлений, которые много-много тысяч лет, о вот таком волшебном сосуде, который некогда был создан богами или принадлежал богам. В некоторых мифах есть намеки на внеземное происхождение Грааля. В поэме Вольфрама Эшенбаха «Парцифаль» артефакт называется «Камень Цариона». С XI века европейские правители пытались отыскать чудесную вещь, и эти поиски всегда приводили к большой крови. Первыми жертвами Грааля стали альбегойцы или иначе катары. Они тоже были христианами, но критиковали католическую церковь за стремление к власти и богатству. Альбегойцы были самыми знаменитыми, самыми яркими еретиками. В начале XIII века с ними жесточайшим образом расправились специально организованные рыцарские отряды, которые призвал Папа Римский. Это даже названо было крестовым походом, в котором уничтожены были физические альбегойцы. Последний оплот еретиков, легендарный замок Монсигюр на территории современной Франции, был уничтожен в 1244 году. Но Грааль ускользнул из рук захватчиков. Говорят, лишь четверым рыцарям-катарам удалось спастись от кровавой бойни и унести с собой главное сокровище замка – святой Грааль. Веком позже эта святыня стала причиной разгрома ордена тамплиеров, которые якобы стали новыми хранителями чаши. Французский король Филипп Красивый захватил почти все сокровища ордена, кроме Грааля. Чаша бесследно исчезла. 1933 год. К власти в Германии приходит Адольф Гитлер. Его сокровенная мечта – построить на немецкой земле Третий Рейх и создать новую великую арийскую расу. Граалю в этом новом мире уготовано особое место. Ведь Гитлер свято верит в древние предания и в то, что можно жить вечно. Согласно ему, новая арийская раса должна возникнуть, когда святой Грааль встретится с копьем судьбы. Мы знаем христианское предание о том, что сотник пронзил тело Господа нашего Иисуса Христа на Голгофе прободением в бок вот этим копьем. Это копье получило второе название – копье власти или копье силы. Копье Гитлер увидел в 20-е годы в Венском музее Хофбург. Сам будущий фюрер впоследствии считал это событие судьбоносным. Кого не было кругом, он стоял один. И как рассказывал он сам, в этот момент что-то произошло. Воздух как будто уплотнился. Он увидел черты некой сущности сверхчеловеческой. И в этот момент он дал клятву. Возродить Германию, привести ее к мировому господству и воссоздать мифическую расу сверхлюдей-арийцев – вот в чем поклялся Гитлер. Спустя пять лет после прихода к власти он вывез копье в Германию. К тому времени уже набрала силу одна из самых мрачных организаций в истории Третьего Рейха – СС. Эта структура была создана по образу средневековых рыцарских орденов. А ее центром стал старинный замок Вевельсбург. Там проходили мессы, там проходили удивительные тоже ритуалы магические, мистические. Гиммлер хотел превратить этот Вевельсбург в Ватикан, в новый Ватикан. В замке Вевельсбург, в специально перестроенных помещениях, высшие руководители СС проводили ритуальные собрания. А в особом зале был установлен специальный постамент для чаши. Поиски святого Грааля – это были поиски определенного могущества, такого сверхчеловеческого, скажем так, которое рассматривалось, разумеется, и как помощь в войне, и во всяких мирских делах. Ну и как определенное достижение сакральных целей. Поиск чаши Грааля стал одной из основных миссий тайного общества «Ананербе» в переводе «Наследие предков». В 1943-м в район разрушенного крестоносцами замка Монсегюр отправилась экспедиция. Ее возглавил оберштурмфюрер СС Отто Ран. Ну с этим тоже произошла какая-то такая, как и всегда в подобных историях, загадочная штука. Дело в том, что Отто Ран в один прекрасный момент погиб в горах. При каких-то странных обстоятельствах чашу так и не нашли. Вроде бы существовала переписка, в которой Отто Ран намекал, что что-то такое найдено. Постамент для чаши Грааля в замке Вевельсбург так и остался пустым. Но Гитлер не оставлял своей мечты. Он искал чашу и в захваченном Крыму, в районе горы Бойко. До Великой Отечественной она именовалась Басман и считалась одной из самых загадочных на полуострове. С ней связывают легенды о золотой колыбели. Их несколько, но главное сводится к тому, что колыбель – это святой Грааль, который мог попасть в Крым из Византии в XIV веке. Именно тогда на гербе средневекового княжества Феодора появился символ чаши. Экспедиций по поискам Грааля к склонам горы Бойко было несколько. Граал искали нацисты и советские спецслужбы. Последняя экспедиция состоялась в 70-е годы прошлого века под руководством крымского археолога Олега Домбровского. Таинственным образом несколько членов этой экспедиции исчезли в долине. Местные жители уверены – ни немцы, ни русские ничего не нашли. А может быть, просто не там искали? Некоторые исследователи считают – Грааль хранится где-то в районе Урала. Граф Сан-Жермен, его есть великое пророчество, сказал, что 11 апреля 2014 года он вернется обратно, так как получил вечную молодость, сюда, в Россию, на Урал. И может быть, там святой Грааль, он говорит, я открою волшебную пещеру, достану то, что у них хранится. И с этого момента Россия возглавит весь путь, за которым пойдет все человечество. Граф Сан-Жермен – алхимик и оккультист эпохи просвещения. Весьма загадочная личность, оставившая несколько удивительных пророчеств, которые еще ждут своего подтверждения. Так что за чаша в доме кубанского пенсионера Игоря Подухевича? Мы снова в Краснодарском крае, чтобы окончательно разобраться. Через определенное время в воде увеличивается меди в 25 раз. Циркония в 10 раз, молюбленов в 40 раз. Загадка в том, что в самом кубке, согласно его спектрального анализа, этих материалов нет. В подтверждение Подухевич предъявляет вот эту бумагу. Данные экспертизы сибирских ученых. Ну и, конечно, свидетельство тех, кто пьет из чаши. Родные, друзья, соседи. Один из них как раз пришел за очередной порцией. Действительное исцеление или просто эффект плацебо? Может быть, еще раз провести научные исследования? Или все-таки не стоит? Грааль так исследовать нельзя, потому что строго наука не установила. Мое мнение, что это все-таки мечта, оформленная социально, этически в средние века и очень соответствующей эпохе. А подвергнуть мечту спектральному анализу невозможно. Именно в этом заключается с точки зрения действительно серьезных ученых мысль о Святом Граале, что это хранились в знаниях древних цивилизаций. Если мы найдем к этому путь, то мы им используемся. Современная католическая церковь к Граалю относится с осторожностью. С одной стороны, как отрицать то, что написано в священных текстах? С другой, слишком большим количеством мифов и легенд оброс этот артефакт. Никакого официального учения Католической Церкви о Святом Граале или о других реликвиях, связанных с страстями Христа, на самом деле не существует. Это слово Грааль уже невозможно отделить от всевозможных мифов, легенд, иногда откровенно-оккультного характера, которые на самом деле несовместимы с тем, во что мы верим относительно, как я уже сказал, достоинства этих святых объектов. Православная Церковь не отрицает существование Грааля. Но и ее патриархи никогда не пытались обрести реликвию. Для нас, для православных, для христиан это не важно, потому что та кровь, к которой мы причащаемся, из тех священных сосудов, которые используются в Таинстве Евхаристии, она для нас важнее любой исторической реликвии. Это живое, это есть в каждом храме, это то, чем мы спасаемся. И священники, и исследователи приводят поистине железный аргумент. Вот уже почти тысячу лет никто так и не преуспел в поисках святого Грааля. Это неспроста. А может правые древние хранители Грааля, катары и темплиеры, утверждавшие, что пока человек не воздвигнет храм в своей душе, не получить ему святой Грааль? Когда наступит время обретения святыни, неизвестно. Но, может быть, стоит подождать еще год-другой. Возможно, сбудется пророчество графа Сен-Жермена. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова